Добрый день, уважаемые зрители! Я решил записать это видео в поддержку Михаила Коклеева. Потому что я считаю, что ему сейчас нужна поддержка и одобрение всего силового сообщества. И, ребята, если мы друг друга не будем поддерживать, то кто-то до нас поддержит. У меня в свое время и с Михаилом были определенные непонимания и какие-то резкие слова я ему, может, говорил. Но это уже все в прошлом. Мы давно об этом во всем забыли. Все непонимание снято. Я никогда не выносил это в какое-то публичное пространство. Ну и сейчас я не собираюсь там, я не публичная фигура моя, не какой-то деятель, артист или человек, которому там нужен этот хайп. Я просто прошу именно спортсменов, именно представителей силовых видов спорта поддержать нашего товарища. Теперь я что хочу сказать. Я когда увидел Михаила осенью на «Тигре», я просто поразился, насколько сильно он изменился. До этого мы весной встречали на соревнованиях. И действительно, я вот в этот момент, я, в принципе, его знаю много лет и видел его там и в хорошей форме, и после травм, и в межсезонье. Я вот реально убедился, какую он огромную работу над собой проделал. То есть, это совершенно другой человек, то есть, у него он совершенно иначе движется, он совершенно иначе вообще выглядит. И меня приятно удивила вот эта вот его огромная работа над собой. И, в принципе, кто с этим не сталкивался, он не понимает, то есть, насколько большой труд он проделал. Ну, пахать он всегда умел. То есть, это действительно сильная его сторона. Но я почему об этом, обо всем говорю, потому что у меня тоже были такие грехи. То есть, я периодически пытался выступать и по единоборствам, поэтому я, в принципе, понимаю, с чем он сталкивается, что он чувствует и как это физически тяжело. Ну, и понятно, что я там, если одно дело, ты всю жизнь серьезно занимаешься силовыми видами спорта, а единоборство это совсем другое. И все равно я там, хоть я пытался там на любительском уровне, там на соревнованиях местного уровня, там типа первенства в области города выступать, все равно ты понимаешь, с чем придется столкнуться. И основная проблема здесь даже не в том, что там прилетит тебе что-то, не прилетит. А основная проблема в физиологии, потому что большие мышцы не предназначены для вот этой длинной функциональной работы. И скорее можно легко научить представителя силовых видов спорта драться на улице, потому что уличные драки там скоротечны. Они не длятся несколько раундов. И совсем другое дело, когда предстоит работа там в ринге или на ковре, несколько раундов по нескольку минут. Но в данном случае у них, насколько я знаю, схватка будет 4 раунда по 3 минуты. Это с одной стороны вроде как тем, кто в ринг не выходил, кажется, что это мало. А на самом деле даже один раунд это колоссальное совершенно время, там время по-другому совершенно течет. И вообще физиологический предел для человека, который специально этим не занимался. Ну, 9 небольших минут когда-то я продержался беспрерывно и чуть, в общем-то, не сдох в тот момент. Поэтому как раз основная проблема в том, что вот большие мышцы, они требуют все время энергию и кислород. И, как говорят, бензин начинает кончаться. Проблема в этом, а не в том, что кто-то там сильнее ударит, кто-то слабее. И вы знаете поэтому, что среди мировых знаменитостей, вот сильнейших бойцов мира, среди них практически нет очень огромных людей, допустим, с такими физиологическими стандартами, как сейчас там стронгмены выходят, там под 200 килограмм и так далее. Казалось бы, огромный человек, но в единоборствах это скорее минус, чем плюс. То есть самые опасные люди в единоборствах это примерно с 85 килограмм до 110-115. То есть когда сил уже у человека очень много, а при этом сохраняется скорость, и при этом сохраняется функциональная выносимость. Ну и вообще, конечно, Миша молодец. И не он первый, и масса очень известных людей из мира силового спорта пытались пробовать свои силы в единоборствах. Ну и во многом достаточно успешно это делали. Ну, можно сейчас напомнить пример Пудзиновского, который достаточно успешно реализовал вторую карьеру, продлил свой спортивный путь. Ну а до этого там, я не знаю, может быть мало кто знает, что Казмайер, в общем-то, выступал и не один раз в единоборствах. И помнят такой эпичный поединок Казмайера с Крисом Долманом. Вот. Ну, в принципе, конечно, понятно, чем это закончилось. Ну и кстати, что интересно, Казмайер выступал, в общем-то, по единоборствам, будучи базовым стронгменом и пауэрлифтером. А Крис Долман, будучи базовым борцом, он многократный чемпион Голландии по пауэрлифтингу. Кто не знает. Вот. Ну и, в принципе, если порыться, можно найти и другие такие же интересные примеры. Вот. Поэтому я искренне надеюсь, что Миша, может быть, найдет себе еще сферу деятельности. Пусть, конечно, кто-то там это критически отзывается. Фрикбай, не фрикбай. Какая разница? То есть, человек преодолел себя, собрался с духом. Я, как бы, совершенно не сомневаюсь, что он выйдет и достойно себя проявит, независимо от результата, скажем, спортивного. Ну и, конечно, я отчетливо понимаю, что, ну, против такого человека, как Александр Емельяненко, хотя я совершенно ему как личности не симпатизировал, но как спортсмен он, безусловно, достойен уважения. И он добивался очень высоких результатов. И, конечно, с таким человеком выходить крайне тяжело. Тут, конечно, плюсы, что матч у них будет по боксу, потому что, если бы более разнообразная техника была, там, допустим, смешанное единоборство, там, ну, утащат в портер, такой человек, с ним подняться практически уже будет нереально. То есть, или, ну, вот из плюсов, то есть, что я вижу? Во-первых, что это бокс. Все-таки есть определенные рамки. Второе, что у них перчатки все-таки достаточно большие. В таких перчатках сложнее нанести на каутирующий удар. Но это касается и одного, и второго. То есть, как объявили, у них перчатки будут по 16 унций. Ну, и, конечно, ну, мне абсолютно понятно, что, скорее всего, Емельяненко не полезет с ним сразу там в жесткую рубку, а будет спокойно ждать, пока вот эти вот процессы физиологические будут неумолимо действовать. И, конечно, вот даже 4 раунда достоять чрезвычайно будет тяжело, чисто именно по физиологическим причинам, потому что за такой короткий срок, как человек, не готовься, какую функциональную работу он не делает там, бегай, прыгай, плавай. Все равно физиология, она так быстро, мышцы и вообще способ их работы, они не меняются. Поэтому, конечно, проблема есть. Но, с другой стороны, ну, а у кого их нету, и все равно я буду болеть за Михаила, все равно шансы у него есть, потому что, ну, я вот рядом с ним постоял, то есть вот чувствуется прямо, вот у него такая вот уже мощь, именно заряженность, вот эта вот как сжатая пружина, это хорошо. Конечно, да, когда-то там психологическая здесь нагрузка очень тяжелая, потому что, когда это соревнование, когда ты выходишь, тем более, я не знаю, они в чем будут в ринге, в клетке биться, не суть, важно. Вот, и когда это на глазах, ну, у меня там очень больших каких-то арен не было, ну, максимум там, это был цирк, скажем, там, ну, даже если несколько сотен там, или там у нас две тысячи человек на тебя смотрят, это психологически тяжело. А здесь, когда он знает, что, в принципе, миллионы людей будут смотреть, это, конечно, психологически тоже очень сильно будет давить, но я уверен, что Миша с этим справится, потому что у представителей силовых видов спорта психика жестче, чем у единоборцев, по той простой причине, что ты на штангу психически надавить не можешь, она железная, и ей все равно. Если можно выйти там на единоборство чуть-чуть неготовым там, или там невыспавшимся, или еще каким-то, и там противник может ошибиться, и ты ему что-то сделаешь, то здесь, конечно, железо ошибок не прощает, поэтому с точки зрения психики в единоборствах, пауэрлифтерам, тяжелоатлетам, стронгменам им легче, потому что у них постановка психическая изначально, она жестче. Поэтому здесь я считаю, что Миша психологически справится с этим. То, что, конечно, человек теряется и начинает забывать, он будет делать именно то, что делал последнее время, то есть абсолютно правильно, что он там много спарринговал, и, в принципе, потом уже он будет именно, будет вылетать, то, что будет вылетать. Конечно, да, там крайний опыт у него, хотел сказать, мало, но его вообще нету. Конечно, это тяжело, когда ты все время в схватках не стоишь, даже если что-то, у тебя есть какие-то воспоминания, они быстро улетучиваются, это все время надо делать, чтобы ты вот человека это чувствовал прям буквально на руке. Поэтому, ну что, будем посмотреть. Я вроде все, со всех сторон ситуацию обрисовал, как я ее вижу, и я абсолютно уверен, там тоже такие вопросы поднимают. Вот, когда я с Михаилом разговаривал, то есть абсолютно мне стало ясно, что это не договорняк и никаких там таких каких-то щадящих условий быть не может, потому что я видел именно, что он заряжен, что он напряжен, ну и как бы очень положительный, с моей точки зрения, момент, что у него не было настроения именно шапкозакидательского такого там, он прекрасно понимал как бы всю степень и глубину проблемы, которая перед ним стоит. Поэтому мои искренние пожелания, удачи Михаилу, Миша, давай, в любом случае, ты молодец, всегда мужики, которые выходят куда-то подраться, это дело мужское, и оно, вне зависимости от результата, оно все равно почетное. Поэтому давай, мы будем за тебя держать пальцы, и я прошу всех наших ребят тоже Мишу поддержать, и придать ему тоже уверенности, что все равно те, кто из силовых видов спорта вышел, это нормальное мужское дело, всем респект, всем удачи, всем здоровья. А я сейчас, несмотря на свои там почти 55 лет, тоже взял на тренировку, мы там постоянно собираемся, боремся на руках, поднимаем железо, боремся на ковре, стоим в парах, это настоящая жизнь. Всем добра и здоровья.